Вот приедет Беринг, Беринг, нас рассудит. Задержание и арест главы инвестиционного фонда Беринг-Восток Майкла Калви породили настоящее брожение умов. Все сразу отметили ритуальный характер спецоперации, которая состоялась во время Сочинского инвестиционного форума. Действительно, привлечение иностранных инвесторов это фетиш постсоветских властей, разновидность прогрессирующей экономической шизофрении. Чего стоит ежегодный форум с надрывным названием «Россия зовет»? С неизменным участием первых лиц государства и их пространными заявлениями. Это и тому подобные шумные тусовки в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи неизменно сопровождаются победными рапортами о рекордном количестве участников и небывалом объеме заключенных сделок. Майкл Калви был не просто инвестором. В России он считался одним из избранных. Но идут годы, а реальных инвестиций, которые бы привели в нашу страну современные производства и технологии, катастрофически мала. Некоторое время картина была относительно приличной, но в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Россию сначала просто сокращался, а к третьему кварталу уже сменился на чистый отток. Санкции. Но они были и в 2017 году, однако в сравнении с ним доля иностранных инвестиций сократилась в 11 раз. Удивляться не приходится. Любая маломальски серьезная компания обладает ресурсами, чтобы в достаточном объеме получить объективную информацию и компетентный анализ инвестиционной привлекательности той или иной экономики, ее отдельного сегмента или предприятия, чтобы принять решение вкладывать ли туда капиталы или нет. И эти данные куда весоми самых пылких заверений сиятельных лиц. А потусить, себя показать и других посмотреть на это всегда и везде охотников находилось предостаточно. Не было сомнений, что, несмотря на очевидную неэффективность, шоу должно было продолжиться. Только вот теперь после ареста Колби, как в свое время сострил Жванецкий, когда под шапочкой профессора Сарбонны видишь харю нашей буфетчицы, что-то не верится в эту латынь. Картина Репина. Арест пропагандиста. Теперь в России под арест идут другие. И кто теперь поверит в сладкие призывы к заморским богатеям, которые и прежде их не впечатляли. Ведь Колби был раздут до статуса знаковой фигуры, обласканной властями. А уж в условиях антироссийских санкций главу Беринг Восток с голубым американским паспортом впору было заносить в красную книгу, как какого-нибудь большого подковоноса. И вот этот реликт уже за решеткой. И даже если его завтра выпустят и упадут на колени с мольбой о прощении, репутационный фарш назад провернуть не удастся. Разумеется, главный вопрос, который занимает комментаторов, санкционирована ли на самом верху эта громкая история. То есть ведь наверняка же санкционирована, но что тогда сие означает? Или все так и нет? Надо сказать, что оба варианта для Кремля хуже. И вымученный комментарий президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова тому подтверждение. Ведь если санкция была, чего тогда стоят четверть века широковещательных деклараций, Записные оптимисты тут же предположили, что суд над колветами Сетч, означающий, что неприкасаемых в нашей стране нет, что все перед законом равны. Но по какой причине инвестор оказался в тюремной камере? Конфликт вокруг. Беринг-Восток. Типичная терка между акционерами. В эту мутную историю государству по большому счету вообще не стоит вмешиваться, пусть разбирается арбитраж. Но оно постоянно влезает в подобные разборки, и неизменно главным двигателем в этих делах выступает коррупционный интерес. Так что если арест Калви действительно некий уравнительный сигнал, то звучит он весьма зловеще, провозглашая, что, если на стороне вашего оппонента купленные, или дружески к нему настроенные, силовики, то вас уже ничего не спасет. На такой эффект российские власти явно не рассчитывали. Несмотря на общий либеральный стан и плач, злоключения Калвини окажут заметного влияния на инвестиционный климат, тем более на деловую активность. Здесь как шли дела не важнецки, так все и останется. Не говоря уже о том, что благодатное воздействие зарубежных инвестиций постулат, мягко говоря, весьма спорный, но ведь обитатели Кремля живут не в реальности, а в параллельном мире со своими придуманными ценностями. На это, собственно, и давят Кассандеры, прогнозирующие обекство еще не сбежавших капиталов и прочей напасти за приговоры в отношении Калви и его подельников. Однако то, что в ответ на скорбные клики на самом наверху только разводят руками и при этом уверяют, что ситуация под контролем, свидетельствует в пользу того, что дело обстоит несколько иным образом. И в этой связи обратил бы внимание на комментарий финансового омбудсмена Павла Медведева, который обозначил ситуацию вокруг ареста Калви и фразой «Некому сказать циц!» «Энтропия, беспорядок имеет склонность нарастать таковы законы природы», отмечает Медведев, «прежде этой энтропии как-то пытались противостоять, восстановить баланс». Сейчас, похоже, вертикаль власти сильно деформирована, и бороться с энтропией некому. В этой обстановке нарастающего хаоса и начинают происходить вещи, еще вчера невозможные. Инициаторы спецоперации против Калви вовсе не задумывали устраивать показательную порку или некую демонстрацию силы, влияния или чего бы то ни было еще. Они просто борются за бабло. Они, конечно, безмерно чтут и уважают старших товарищей, но то, что для последних имеет сакральное значение, для молодых львов пустой звук и стариковские причуды. И если надо схарчить врага, то какая разница, кто он такой и какой там форм и где проходит. Просто раньше существовали ограничения и условности, которые постепенно отмирают и уступают место простору, на котором ничто не мешает показать молодецкую удаль. Посторонись. Поберегись. Раздается окрест, и благоразумные люди спешат последовать этой рекомендации. Авось пронесят.